А вот следующую страницу и действительно новую волну изменений в эффективность лечения привнесли иммуно-онкологические препараты. В 2016 году был неволумаб зарегистрирован, а дальше мы видим, что практически каждый год у нас появляются новые опции. Следующая это комбинированная иммунотерапия. Сегодня большой интерес и уже первые результаты есть использования комбинаций на основе иммуно-онкологических препаратов и тирозинкиназных ингибиторов. Ну и следующее направление, пока у нас нет результатов, но безусловно большой интерес вызывают те исследования по адювантной терапии с использованием иммуно-онкологических препаратов, которые сегодня идут. Но то, что мы реально имеем в руках в нашей стране, это неволумаб антипидиантитела и комбинация неволумаба и эпилемумаба. И действительно, если беглый такой взгляд бросить на частоту объективных ответов, то в общем мы видим, что с появлением иммуно-онкологических препаратов мы действительно видим увеличение частоты объективного ответа со стандартных 30% уже до 40%, до 50% и даже почти до 60%. А вот те программы по адювантной терапии сегодня идут, вы видите, что они все основные препараты включены в эти рандомизированные исследования. Ну, конечно, надо набраться терпения, потому что результаты по адювантным программам представляются уже более поздние периоды, когда есть хорошая прослеженность этих пациентов. Ну, первый иммуно-онкологический препарат в лечении метастатического почечного клеточного рака был в 2016 году зарегистрирован. И, в общем, мы эти результаты уже достаточно активно обсуждали, поэтому я не буду очень подробно на них останавливаться. Но кто был выбран на тот момент, какая популяция была выбрана для исследования в этом протоколе? Это те пациенты, которые в первой или второй линии получили стандартные режимы тирозин киназных ингибиторов. На момент инициации исследования единственной опцией для этих пациентов был только эверолимус с всеми ограничениями, которые, в общем-то, мы для эверолимуса знаем. И неволумаб, надо сказать, что с основной задачей исследования, а именно увеличение общей выживаемости пациентов справился. И хотя результаты выживаемости без прогрессирования, вот они такие были, в общем-то, достаточно скромные и, в принципе, не отличались от эверолимуса у неволумаба. Вот если говорить об общей выживаемости, то здесь может быть не очень большой, но четко прослеженный прирост общей выживаемости. Причем интересно, что мы понимаем, что, в общем-то, дальнейших линий терапии уже практически не было для пациентов, которые получили две линии тирозин киназных ингибиторов и третью линию либо эверолимуса, либо неволумаба. Поэтому вот этот эффект на общую выживаемость, в общем-то, мы можем связать именно с неволумабом. И причем вначале были представлены данные андогодичной выживаемости, потом пациенты стали более прослежены. И сегодня у нас уже есть данные по 30-месячному наблюдению за этими пациентами. И мы видим, что вот эта дельта, она не теряется, а сохраняется по мере увеличения длительности наблюдения за пациентами. Ну, частота объективных ответов в пять раз была больше на неволумабе. Да, медиана длительности ответа существенно не различалась. Ну, посмотрите, продолжающиеся ответы на неволумабе у 30% пациентов регистрировались, и только у 14% на эверолимусе. И во всех прогностических подгруппах неволумаб свое преимущество в отношении общей выживаемости над эверолимусом продемонстрировал, что очень важно, это и качество жизни пациентов. Оно не только не ухудшалось, но оно и увеличивалось по сравнению с эверолимусом. Что нового появилось? Новые предварительные результаты вот этого исследования неворен. Все-таки мы понимаем, что, конечно, критерии отбора всегда очень жестко ограничивают популяцию пациентов, которые участвуют особенно в таких регистрационных исследованиях. И всегда встает вопрос, насколько эти результаты могут быть перенесены на общую популяцию пациентов. Вот мы видим, что в исследовании неворен были значительно более широкие критерии включения. Там туда включались пациенты и с метастазами в головном мозге, пациенты с нарушением функции почек, пациенты, которые имели более двух линий таргетной терапии. И, в общем, понятно, что эта популяция прогностически, конечно, значительно более тяжелая, чем та популяция пациентов, которые включались в рандомизированные исследования. А что, как это отразилось на результатах? И, в общем, мы видим, на самом деле, что каких-то такого существенного ухудшения эффективности неволумаба в этой очень тяжелой категории пациентов не произошло. Посмотрите, медиана выживаемости без прогрессирования, ну да, ну, и, конечно, немножко меньше была, чем в регистрационном исследовании, но медиана общей выживаемости практически такая же. Частота объективного ответа тоже значительно не слизилась. И что еще нам важно, что частота выраженных нежелательных явлений также между двумя исследованиями существенно не отличалась. Поэтому, в принципе, данные этого исследования говорят нам, что мы и в реальной клинической практике у более тяжелых пациентов можем получать эффект от неволумаба. Ну а следующий этап – это, конечно, была попытка комбинации двух иммуноонкологических препаратов эпилемумаба и неволумаба. Результаты этого исследования в прошлом году были представлены. Ну, сразу уже помня о достаточно высокой токсичности комбинированной иммунотерапии, для этого исследования были выбраны модифицированные дозы. Здесь неволумаб в дозе 3 мг на килограмм использовался, а эпилемумаб в дозе 1 мг на килограмм. Ну а контрольная группа, естественно, стандарт лечения сунетиниб. И на что еще надо обратить внимание, говоря о результатах этого исследования, большинство пациентов имели промежуточный и неблагоприятный прогноз. Вот мы видим, что благоприятный прогноз у 20% пациентов в этом исследовании был, а у 80-80% пациентов относились именно к неблагоприятному и промежуточному прогнозу. И чем еще отличались пациенты с благоприятным прогнозом, уровень ПДЛ-1 экспрессии у них был ниже. Результаты. Результаты различались в ракмапрогностических группах. Если мы посмотрим на группу с благоприятным прогнозом, то вот здесь сунетиниб сохранил свое, в общем, лидирующее, я бы так сказала, положение, потому что и по частоте объективных ответов существенно меньше их было в комбинированной иммунотерапии, и по бедяне времени без прогрессирования также преимущество было явно на фоне сунетиниба. Хотя надо сказать сразу, что, скажем, татистически значимого улучшения общей выживаемости даже в группе благоприятного прогноза достигнуто не было. А вот там, где действительно проявился эффект иммуно-онкологической комбинации, это вот как раз у этих пациентов мы видим существенное увеличение и общей выживаемости, и выживаемости без прогрессирования. Причем тоже интересно, что, например, по медиане выживаемости без прогрессирования различий не было, потому что мы видим, что вот такое начало расхождения кривых, оно, в общем, было отсложено примерно после 9 месяца. Но вот дальше, по мере продолжения наблюдения за пациентами, а сейчас, как я уже сказала, 30-месячные результаты наблюдения за пациентами представлены, мы видим, что разрыв не только, дельта вот эта в приросте выживаемости, она не только не уменьшается, но и продолжает увеличиваться. То же самое, та же тенденция отмечена и для медиана общей выживаемости. Частота объективных ответов в комбинированной терапии 42%, при том, что у неволумаба 29%, и хочу обратить внимание, у 11% пациентов из этой прогностически, ну, значительно менее благоприятной группы удалось достичь полного ответа. Эта частота для сунетинева всего лишь 1%. При этом, вот еще интересная закономерность, все-таки мы много говорим об уровне экспрессии ПДЛ-1. Ну, мы знаем, сегодня есть уже данные, что вообще повышенный уровень экспрессии ПДЛ-1 – это неблагоприятный фактор для течения заболевания, и он негативно влияет и на эффективность таргетной терапии. Это же мы увидели и на примере сунетинева, ну, пусть не драматического, но все-таки, если у пациентов низкий уровень экспрессии, частота объективных ответов 28%, с высоким уровнем экспрессии 22%. А вот из такого неблагоприятного для иммунотерапии, это как раз знак минус поменялся на плюс, потому что мы видим, что при экспрессии ПДЛ-1 частота объективных ответов на комбинированные терапии существенно выше, чем при отсутствии этой экспрессии, и доходит уже до 58%. И у 16% пациентов полные ответы регистрируются. Конечно, такого раньше мы никогда не видели. Ну, а то, что сегодня этот критерий при всей, в общем-то, его прогностической значимости не влияет на выбор терапии между иммунотерапией и таргетной терапией, результаты исследования хорошо показали, потому что и у пациентов с низким уровнем экспрессии, и у пациентов с высоким уровнем экспрессии преимущество общей выживаемости было именно в группе комбинированной иммунотерапии. И при подгрупповом анализе практически во всех группах пациентов, это преимущество сохранялось. Исключение – одна единственная группа пациентов, возрастных пациентов старше 75 лет. Вот здесь такой, скажем, разницы в общей выживаемости полученной не было. Переносимость, естественно, важна. К комбинированной иммунотерапией мы уже знаем о особенностях ее переносимости при меланоме кожи, о достаточно высокой токсичности. Что здесь оказалось? Здесь оказалось, что комбинация давала меньшую частоту тяжелых осложнений, в частности, третьей и четвертой степени, чем не было ума в монорежиме – 46% и 63%. Да, несколько выше была частота отмены терапии на комбинированной терапии. Вполне объяснимы эти различия. Для таргетной терапии мы хорошо знаем, что разработаны четкие критерии по коррекции дозы. Это достаточно частая ситуация. Для иммунотерапии коррекция дозы не предусмотрена. Если у пациентов регистрировались выраженные нежелательные явления на комбинированной фазе, тогда, конечно, когда частота больше, чем на монорежиме неволомаба, то эти пациенты по критериям этого исследования не могли дальше продолжать терапию. А спектр нежелательных явлений, в общем-то, уже нам хорошо известен, и каких-то существенных различий у пациентов с почвенно-клеточным раком по сравнению с другими получено не было. И вот при всем при этом качество жизни на комбинированной терапии оказалось более высокое, чем на терапии с унитенибом даже при возможности коррекции дозы, при развитии выраженной токсичности. То же, что нового появилось в этом году, были представлены результаты этого исследования у пациентов с саркоматоидным компонентом. Еще один такой неблагоприятный фактор при почвенно-клеточном раке. И мы видим, что, если говорить о выживаемости без прогрессирования, существенно лучшие результаты на комбинированной иммунотерапии. И общая выживаемость также у пациентов с промежуточным и плохим прогнозом и саркоматоидным компонентом существенно выше. Тоже еще одно из таких новых исследований, которые разные когорты пациентов включают. Но сегодня вот доступны результаты. Первые пока результаты. Да, не очень прослеженные пациенты, но это те пациенты, которые имели неактивные метастазы в головном мозге и получали комбинированную иммунотерапию. Сегодня доступны данные по выживаемости 6-месячной, но вот такая цифра. 90% пациентов 6 месяцев живут, имея метастазы в головном мозге. Это очень-очень обнадеживающие результаты, при том, что на момент представления данных медиано общей выживаемости не было достигнуто. Таким образом, если говорить о комбинации, то мы понимаем, что пациентов с благоприятным прогнозом у нас минимальное количество, не больше трети. Поэтому для большинства пациентов мы с уверенностью можем назначать комбинированную иммунотерапию в первой линии. Ну и, как я сказала, конечно, сейчас очень большой интерес вызывают те результаты первых исследований, которые сконцентрировались на попытке комбинирования иммуно-онкологических препаратов и таргетных препаратов. Вот основные исследования здесь представлены. Обращайте на себя внимание, что контрольная группа для всех этих исследований – это сунетинип остается. Ну и, в общем, мы видим, что это все, ну или основные сегодня препараты – это отезолизумаб, пембролизумаб, авилюмаб. Но сразу уже будет понятно, что когда мы получим эти результаты, вопросов у нас станет не меньше, а еще больше. Потому что каким образом дальше сравнивать эффективность вот этих различных комбинаций, когда они сравниваются не друг с другом, а с одним стандартом, будет очень и очень сложно. Мы увидим, что когорты пациентов в разных исследованиях были разные. Но, тем не менее, уже сегодня эти результаты, которые есть, они позволяют, ну, дают нам понимание того, что и эта комбинация является высокоэффективной. Одним из первых исследований с опубликованными данными – это было исследование Кинол-426, где с сунетинипом сравнивалась комбинация пембролизумаба и оксетиниба. Ну, в отличие, просто хочу обратить внимание, что в отличие от комбинированной иммунотерапии, где все-таки комбинированная фаза длится только 10 недель. Дальше пациенты получают не в монорежиме, здесь комбинированная фаза более длительная. То есть, по сути, все время, пока пациенты получают лечение, они получают комбинированное лечение. В чем его отличие от комбинированной иммунотерапии, о том, о чем я уже говорила? В большей степени пациенты относились к группе благоприятного и неблагоприятного прогноза. Мы видим, что неблагоприятный прогноз всего лишь 13%, а подавляющее большинство пациентов имели промежуточный и благоприятный прогноз. То есть, конечно, категория пациентов сдвинутая в более лучшую сторону прогностически. И уровень PD-L1-экспрессии также был здесь значительно выше, чем в предыдущем исследовании. И первые результаты исследования выполнило свою задачу, потому что показало, что и выживаемость без прогрессирования, и общая выживаемость была значительно выше именно на комбинированной терапии. Пока доступны нам результаты по 12-месячной и 18-месячной выживаемости. Эти пациенты не так прослежены, как пациенты, получающие комбинированную иммунотерапию, но четко свою задачу исследования выполнило. Но показало беспрецедентно высокую частоту объективных ответов, почти 60%. Тоже должны помнить, что это все-таки большинство пациентов промежуточный и благоприятный прогноз. А вот частота полных ответов здесь была почти 6%, но все-таки это несколько ниже, чем на комбинированной иммунотерапии. Во всех прогностических группах и во всех подгруппах преимущества были на закомбинированной терапии. Ну и это, в общем, такие очень значимые сегодня результаты. Еще одно исследование, которое тоже мне коротко хотелось бы показать, это другая комбинация. Велюмаба с суксетенибом сравнивалась с сунетенибом. И здесь мы тоже видим значительное преимущество, которое комбинированная терапия продемонстрировала на досунетенибом. Причем как у пациентов с PD-L1-экспрессией, так и в общей популяции пациентов. Таким образом, сегодня рекомендации НССН, которые наиболее оперативно отвечают на все новые результаты, которые появляются быстро и обновляются даже не каждый год, а вообще и по нескольку раз в год. Вот сегодня представлены версии 2020 года. Мы видим, что произошло за год все-таки расширение возможностей иммунотерапии, потому что к комбинации эпилемумаба и ниволумаба и к монорежиму ниволумаба добавилась еще одна комбинация окситениба и пембролизумаба. Также возможные опции внесена и комбинация окситениба с авилюмабом. Таким образом, для благоприятного прогноза у нас стандартное лечение – это первая линия окситениб, пембролизумаб, пазапониб или сунетениб. При неблагоприятном или промежуточном прогнозе – это комбинированная иммунотерапия эпилемумаб, ниволумаб и окситениб, пембролизумаб. Для последующих линий терапии – ниволумаб в монорежиме и рассматривается возможность использования и комбинированной терапии. Наши российские рекомендации 2012 года, в общем-то, сопоставима с рекомендациями НССН, здесь тоже новшеством этого года стало включение комбинации пембролизумаба и окситениба. Но мы должны понимать, что сегодня в нашей стране эта комбинация пока не зарегистрирована, и поэтому назначаться она может только по решению врачебной комиссии. Но, тем не менее, уже за год новая опция к уже имеющимся ниволумабу и комбинации эпилемумаба с ниволумабом появилась. Таким образом, нам всем понятно, что метастатический почечноклеточный рак получил сегодня новые стандарты лечения в виде комбинированной иммунотерапии и в виде комбинации иммуноонкологических препаратов с таргетными препаратами. Продемонстрировали это направление увеличения и частоты объективных ответов, и выживаемости без прогрессирования, и общей выживаемости. Мы правы ожидать в течение ближайших несколько лет, что будут доступны результаты адъювантных программ. У нас появилась новая комбинация иммуноонкологического препарата и тирозинкиназного ингибитора. То есть движения идут и позволяют нам надеяться на то, что мы сможем более эффективно помогать пациентам с метастатическим почечноклеточным раком в ближайшем будущем и для пациентов с риском прогрессирования после радикального хирургического лечения. Благодарю за внимание. Продолжение следует...